здравствуйте друзья доброе утро среда и меняется меняется новостная карта средств массовой информации вот пару дней свистели свиристели соловьи разбойники значит на одну тему а сейчас как-то ушла тема компании united airlines то есть она где-то там на задворках где-то там она на задворках ну извинились там и в общем дальше там суды и шмуды там посмотрим что будет в общем уже неинтересно чего у нас теперь интересно на сказать что ярких таких новостей которые бы затмили все остальное но чего у нас в цирке там шапито происходит вот таких новостей пока нет поэтому шапито как бы выходит на первый план ну вот говорят что телерсон там в москве встречается как бы это сказать теплого приема теплых отношений как бы нет и говорят что вот с точки зрения российской страны отношения ухудшились после того как пришла администрация трампа они может быть рассчитывали что улучшится вот ну и виднее там в общем как-то так версии расходятся до чего нереально договорятся я думаю мы вряд ли узнаем так уж прямо вот но не не то чтобы дипломатия была такой публичной в этом мире мельком прошла такая знаете мулька что телерсон он москву ехал из италии там встречались министры иностранных дел семерки и он там сказал фразу которую представители госдепа объяснили потом как риторический вопрос ну чисто риторически спросил вот но он сказал такую интересную фразу а поскольку знаете вот вроде в мире дипломатии политики там фразы анализируются даже когда мимоходом то есть что-то такое когда может быть что-то за этим есть он сказал такую интересную фразу он говорит а почему сказал он американские налогоплательщики должны вообще интересоваться тем что есть какая-то украина вот так он риторически поставил вопрос как как говорят значит при том что телерсон неоднократно неоднократно говорил о том что санкции никто снимать не будет что до тех пор пока не решится вопрос там с донбассом и крымом значит нет оснований санкции снимать там если вы помните я не знаю на там часть санкции была связана с именно крымом а вторая часть санкции было добавлено потом с событиями там донбасс поэтому так он как бы неоднократно высказывался но вот вдруг возьми так и спроси почему ему правда ответили так вежливо но объяснили ну вот я не знаю вот так она знаете это это вот информация так повисела минут 30 и потом ушла куда-то дальше я ее хотя уже когда внимательнее почитать так заголовок я помню об этом или нету на блумберге ну при поиск сделал нашел там так пришлось поискать в общем так вот интересно ну что еще ничего яркого вот так по чуть-чуть я со своей стороны хочу сказать что вот мы со светлана периодически смотрим вокруг что происходит и какие-то такие знаете у нас параллели в сознании возникают с событиями столетней давности то есть не вообще столетний а прямо-таки до столетней вот в этот момент времени сто лет назад вот ровно сто лет назад в 17 1917 уже значит свергли ненавистный царизм уже было временное правительство что что-то такое было в обществе но мы знаем там как бы да нам говорят что но вот война была не популярная там потом как бы царский режим он такой был от народа оторванный там какие-то всякие нехорошие вещи происходили не симпатичные в результате мы получили куда более не симпатичные но вот эти уже думаешь знать как это фраза что что имеем там не храним потерявший плачем но вот так как то вот так значит я не думаю что как-то вот конкретно сто лет по грамм григориан скому там летоисчислению как-то имеет какую-то такую знаете силу но но все таки вот как-то так найти люди ищут параллели в сознании в обществе какая-то гроза я не имею ввиду исключительно американская я имею ввиду в мире что-то происходит во всем под лунном мире что-то происходит какой-то негатив он из каких-то энергетических я не знаю канав вот выходит на наверх и как-то вот так захватывает захватывает тут обострение там обострение там еще что-то здесь еще что-то то есть период такого спокойного более менее развития как сказать получается достал давайте кровопролитиев надо душе я ничего чего надо душе народов мира но явно вот вот то что происходило как-то достало я уже не говорю про такую ерунду как коррупционный скандал даже там где-то в миллионные массы там выходят на на улицу и что-то протестуют импичменты там президентов бразилию какую-то там венесуэлу и так далее я я даже вот не не об этом но но по всему же миру так что вот не знаю вот какая-то энергия нехорошая пришла или она сидела и вдруг так как-то стала выползать оттуда или вообще откуда-то пришла не знаю я не небольшой специалист по энергиям но присутствует и вот вот эти вот из шапито нашего это не ни в какие но ни в какие ворота а тоже эти как так получилось да с сирией с беженцами с терроризмом когда простые люди простые но не не тренированные не обученные ничего там взял там в трак и там в толпу поехал а другой-то взял ножик и пошел там резать людей на улице понимаете это же не то что вот допустим работают профессионалы или работают какие-то серьезные структуры там которые готовят людей там ну 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 это бывало и раньше но чтобы вот так просто вот люди озверевали понимаете озверевали что это интернет что это вот это вот волна вот этих фальшивых новостей то есть я бы даже не то что фальшивые новости дезинформация и мы живем сейчас в мире тотальной сознательной организованной дезинформации уже уже же не осталось новостных каких-то источников которые можно просто читать это же нужно всегда очки называют там две пара очков три пара очков четыре пара очков на уши чё-то же повесить чтобы лапшу не повесили и читать и вот и сразу много потому что одном не одному верить нельзя играйте у нас например вот сейчас фокс ньюз приобретает такое сакральное значение вот чего фокс ньюз покажут а то и и будет проходить в мире показали значит потравленных там деток бах жахнули по сирии показали бы там я не знаю какой-нибудь грустный сюжет с донбасса да значит и и и и и что теперь поэтому что-то как какое-то безумие про происходит массовая да и над кашу противостояние безумию тоже приобретает зачастую такие формы безумия только с вектором направленным в другую сторону но в общем я не знаю у меня нет объяснения такого простого естественно научного такого понятного и так далее но вот они как в песне то поется вихри враждебные веют над нами над всеми над нами понимаете над всеми ну вот такое у меня впечатление я не знаю рассказываю потому что мы со Светланой так периодически к этой теме возвращаемся она человек более чувствительный всяким тонким энергиям она говорит ну ты же чувствуешь вот я говорю ну я не столько чувствую сколько вижу какие-то необъяснимые совершенно вещи и попытки объяснить как бы я не видел приличных таких таких попыток объяснить которые вызывали бы согласие ну то есть мнений миллион по любому вопросу слава богу есть миллион мнений что неплохо но так чтобы сказать вот действительно вот хочется верить в это ничего не видать нету светлого и чистого вот этого слава из ванны нету а все какая-то мерзота и мерзота отличается только степенью мерзотности вот вот эти там или вот эти а так чтобы приличный человек так уже и нету так что наблюдение такое тем не менее хорошо хоть солнце светит хотя друзья вы посмотрите на погоду целую целую зиму льет дожди это что же это такое вот и тут и тут какие-то вихри веют в общем такое дело друзья мы с вами прощаемся на этой веселой ноте доброй и продолжаем наблюдение за климатическими явлениями счастливо у меня 12 22 да я